МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира новины Витебской области у студии Вольха Шмаргун. Витаю вас! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У рамках 1 дня информования помощник президента, инспектор по Витебской области Анатоль Линевич сустрялся с коллективом Аршанск-Гальнокомбината. Темой размовы стала гістория беларускай дзяжауності як основа громадзянска патриятичнага выхавання. Диалог перетворюся у свой особливый урок істории. Гаварылі про гісторичную правду, важнасть патриятичнага выхавання дзятей і молодзі досягненні нашай країны у розных сферах. Закранули тему адукації, праворієнтации і подрихтовки кадров для лёгкой промысловости. С коллективом нужно встречаться чаще и обсуждать все темы, которые касаются нашей исторической памяти и нашей истории беларусской государственности. Вот эту тему мы хотим сегодня обсудить, поговорить. Если будут какие-то вопросы, дать пояснение. Интересует история, как корни, люди, которые здесь жили, чем занимались и как развивается регион. Вот эти вопросы в основном нас интересуют. Супрацовники Арчанского льнокомбината поцікавилися у помощника президента, як йон бачить далейшая развитие льноводчих льны. И что необходимо делать для повышения престижу рабочих профессий. Анатолий Леневич рассказал, что сам у сетчастей набывали льняные выробы, робячи выбор на корысть натуральной продукции айчинных вытворцев. Коммунальные отходы у доходы. За минулый год у Витебской области утворилася каля паум миллиона тонн бытового сметця. Третья его частка стала другасной сыровиной. У первой чергу готовыник работы линей и предприемствов по сортованне и перепрацовце отходов. Одно из них уже десятых годов працуя у Новополоцку. У худким часе тут планують повеличить могутности и открыть региональный комплекс по обыходжению с отходами. Як зарабляюць на оберажливым ставленне данного окольного сяродзя, доведалася Виктория Ярьятович. Шкло, папера и пластик. Только за месяц новополоцкое предприемство принимает каля трех тысяч тонн твердых коммунальных отходов. Их сортуюць, пресуюць и даюць шанец на новое життё. А починают свой шлях другостные материальные ресурсы минавито тут, у сортовальной кабины. Каждая сортировщица знает, какой вид ВМР она отбирает. Мы отбираем пэт-бутылку, пластмассу, стекло, тетропак, алюминий, железо. А сортированные вторичные материальные ресурсы в дальнейшем прессуются и реализовываются на перерабатывающие заводы. Ну вот, например, макулатура в чашнике, стекло в Минск, Гродно. Так со сметь на предприемстве сдобывают максимальную колькость другостной сыровины. А тушь пэт-бутылку перепрацовывают прямо на месте. Отрывливают я ее пэт-флексу, те простыми словами пластиковые комячки. Из нее делают волокно, широкий спектр волокна, в том числе делают синтепон. Все виды упаковок, начиная от ленточных и заканчивая, допустим, из этих коробочек для тортов. Тем самым мы эту бутылку не захораниваем. Как известно, период разложения полимерных изделий порядка 200 лет. После перепрацовки забрудженной пэт-бутылки застаются накрывка и этикетка. Ранее они не перепрацовывались, а ли все изменил мясцовый комплекс по вытворчеству пешчанополимерных выработок, куда поступает уже сдробленный материал. Это сырье мы смешиваем с песком. Полимеров у нас приблизительно 25%, остальное – песок. Далее готовится смесь. Эта смесь у нас в экструдере разогревается. Расплавленную массу мы прессуем и получаем готовые изделия – плитку, бордюры. Плитка используется для благоустройства нашего города. За измену майстры выпускают каля 300 плиточных выработок. Однако для завода это далеко не мяжа. У ближайшей будущей тут почнуть перепрацовывать изношенные шины. Это будет первое подобное предприемство в полночном регионе. Данное оборудование будет позволять перерабатывать более 50% объема образования шины в Витебской области. Получать такой продукт, как называется, резиновая крошка. Часть будет использована нашим же предприятием для изготовления резино-технических изделий, такие как спортивные резиновые маты, тротуарная дорожная плитка для благоустройства строящихся новых микрорайонов. На сегодняшний день у Витебской области собранные отходы выкористовывают стольки на треть. До конца пятигодки плануют повеличить гады пакашчаку двоя. Допоможа будовництва новых объектов. У приватности региональных комплексов по сортованию и перепрацовуце отходов. У Тымлику и у Новополыцку. На сегодняшний день мы находимся на финальной стадии проектирования данного комплекса. Впереди у нас этапы прохождения экологической и государственной строительной экспертизы. И самый конец текущего 2022 года – начало строительства данного объекта. С завершением в 2023 году и вводом его в эксплуатацию. Уся года 2030 года у регионе плануют открыть шесть таких буйных объектов. Виктория Гирьятович, Микита Вараненко, Новины, Новополыцк. И далее про клопот, про новокольное сяродзе. Витебские экологи долучились до Международного дня без автомобиля и организовали велопробег. Больше за сотню удельников – школьники, студенты, педагоги, представники громадских организаций. Старт на перекрыжование проспекта Людникова и улицы Гагарына. Протяглось маршруту больше за 15 километров. Миноваты экологи, как никто и инший ведают, аутотранспорт наибольшь забрудживая по ветру в городах. И отмовиться от машины хотя бы на один день – это значит снизить шкодные выкиды у атмосферу. Удельники велопробегу, не глядяши на дождь и ветер, дошли до финиша с добрым настроем и только с тановчими эмоциями. Уже не в первый раз. Сегодня Международный день без автомобиля, поэтому любители велопробегов собрались сегодня здесь в Витебске на улице Гагарина. И я считаю, что ЗОЖ – это хорошо, ЗОЖ – это здоровье, это заразительно, это замечательно. Вообще это правильно, что это нужно, это объединяет. Посмотрите, сколько людей, все такие счастливые, довольные, несмотря на дождь, на такую хмурую погоду. Все веселые, все радостные. Данную акцию мы проводим для того, чтобы люди больше ездили на чистом видах транспорта, чтобы уменьшалось снижение выбросов СО2. И наш воздух был гораздо тише. И также это повышает иммунитет и здоровье наших жителей и граждан города. Для зручности аутоаматоров, які подтрымали международную акцию и отмовились в этот день от автомобилей, в Витебске организовали додатковые рейсы громадского транспорта. Некоторые аутобусы сёння зробят больше выезда по маршрутах. Дожды не перешкода. Аграры в Витебске в области нарушивают стемпы работ по уборце кукурузы. Убрана чверть палетка у отведенных под гэтую культуру. У Шарковщинске, Верхнядзвинскім и Постаускім районах работы ведут уже на другой полове площав. У основным кукурузу убирают сносилас. Сё летоураджайность зеленой массы перевышая минулогодню узровень на 15% и складая 240 центнеров с гектара. Гэта дае махчымасть истотна папоуніть кормовую базу. Нарыхтована па 18 центнеров кормовых адзинок на умовную голову живёлы. Гэта больш, чем летось. Параллельно аграры в области вядуть сяубу азимых сбожжевых культур. Пакуль темпы работ невысокие, стремлевая на дворье. Под будучи ураджай посеяли 90 тысяч гектаров. Мы отстаём от уровня прошлого года порядка 20 тысяч. То есть это где-то 37% на сегодня посеяно. Но стоит чёткая задача до 30-го числа этого месяца посеять азимые зерновые культуры. Больше половины посеяли. Это в Витебском районе уже 56% посеяно. Также в Верхнедвинском районе хорошие темпы набрали и Оршанский. По обеспеченности, по готовности техники у нас всё в порядке. Единственное, что сейчас на этой неделе пошли дожди и немножко приостанавливает темп. Поэтому мы немножко отстаём от уровня прошлого года. Всё лето на Витебщине. Азим из Божжевых клинскладе 240 тысяч гектаров площадь. Большесть посеять на сбожжа. 10 тысяч гектаров на зелёный корм. В учебная трывога у рамках 1-го дня безпеки. Сегодня в полночном регионе, как и по всей Беларуси, проходят профилактические мероприемства, накерованные на формирование у громадства культуры безпечных поводин. У Витебского ротовники проверили, как персонал и студенты ВДУ имя Машерова подрыхтованы до надзвычайной ситуации. По легенде, на третьем по версии головного корпуса ВНУ у одной из IT-лабораторий загорелся компьютер. У будинку моцное задымление. Подробя с ней про одну из самых масштабных эвакуаций Юлия Устинова. Спрацовала пожарная сигнализация. Во университетских калидорах задымление. У одной из IT-лабораторий загорелся компьютер. Помешка не задымлены. Система пожарной безопасности есть автоматическая, которая сейчас сработала от пожарного датчика. В случае, если не сработают технические системы оповещения, существует порядок, алгоритм действий ответственного лица, то есть сторожа, по оповещению должностных лиц по этажам. Инструктаж произведен. Люди, как на занятиях, группа контроля расставлена. Все в работе. Ситуация развивается по сценарии ротовников. Выкористовывают сценичный дым. Але эвакуация соправдная. И тут важно денежить по плане. На кожном с шести поверху работники, отказанные за эвакуацию, накеровывают людей до выходов. Худка, зладжина и без паники. Всего эвакуировалось из здания вместе с персоналом и со студентами 677 человек. Эвакуация прошла, в принципе, планово в течение пяти минут. Значит, по замечаниям, серьезных каких-то замечаний нет. Все сработали согласно своих должностных инструкций, согласно инструкции, которая прилагается к плану эвакуации. Такий урок биоспеки даёт досвид и дозволит не разгубиться у соправдной экстремальной ситуации. Масштабная эвакуация, организованная ротовниками у Витебским державным университете, дала старт мероприемствам один охотня биоспеки, який проходит по всей краине. Юлия Устинова, Сергей Котов, Новины, Витебск. С сегодняшнего дня уступает усилу обновленный закон об дорожном руху. Аутоуладальников чекают шматлики инновации. Громадянам Беларуси будут выдавать международные водительские посвящения, которые дают право керовать автомобилем за мяжой. А учиться у аутошколе и сдавать экзамен у ДАИ можно будет на автомобиле за автоматичной коробкой передач. При этом у водительским посвящении зробить ответный запись. Так само перегляджены водительские категоры эколовых тракторов и самоходных машин. Теперь до их относятся снегоболотоходы, квадроциклы, снегоходы и мотоусюдыходы. Керовать такими транспортными сродками можно будет с 17 годов. Новый увядень не закрануть и техогляд. Продуклет же на увядень не базы даден их проходжение техогляду. Важные и самые цикавые новины с життя Витебской области доступны у интернете. Особные сюжеты и целые выпуски новин. Актуальные и популярные проекты телерадиокомпании «Витебск» можно найти на офицейном сайте vtv.by. Заходьте и подписывайтесь на наш YouTube-канал. Долучайтесь до нас в социальных сетках и в мессенджерах. На этом выпуск новин завершен. Я с вами развитвуюся. Убачимся у эфиры. Синоптики поведомляют. У ближайшие сутки по в области чекается в облачное надвор и на большей части территории короткочасовые дожди. Днем местами махчимы на вольнице. Ночью и ранницы в особных районах слабый туман. Ветер по уночной 4,9 днем местами порыва до 14 метров за секунду. Температура по ветру ночью плюс 4, плюс 9, днем плюс 9, плюс 14. У Витебска в облачно короткочасовый дождь. Днем махчимы на вольнице. Ночью и ранницей слабый туман. Ветер по уночной 4,9 днем порывы до 14 метров за секунду. Температура по ветру ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 11, плюс 13. Субтитры подогнал «Симон»!